всем привет blender 281 и давайте в этом ролике рассмотрим что такое тайминг спейсинг и сделаем анимацию именно мяча так свет камеру можно отключить куб можно удалить и выбрать это мышь выбрать и в сферу опять же н панель и скринка ски я включу для вас чтобы вы видели что я нажимаю так единица на нампаде и как сделать первую анимацию именно мяча давайте добавим shift а добавим мэш добавим план поставим три на нампаде английская перевернем вот этот план g уведем на дальний рубеж так сказать и сделаем с теперь зайдем в материалы и погрузим сюда траекторию именно вот этого мяча для первого раза так будет вам понятней делать так нажимаем на колор и находим уменьшить текстур находим вот эту папку и ждем когда откроется вот этот вот это окошко находим где у вас скачаны с интернета вот эти вот траектории можно скачать траекторию уже с мячом или просто траекторию с точками где будет находиться этот мяч ну давайте уже с мячом я одну подгружу а потом те посмотрим переключаемся в вид вот этого рендера и вот такая картинка теперь выбираем ее и немножко растянем транспозом чтобы она стала где-то вот такой поднимаем ее повыше и уведем в бок пусть в эту сторону будет плясать наш мяч это простейший способ уже по картинке делать можете сами нарисовать в какой-нибудь программе вот эту дугу траекторию падение полета мяча и уже ее сюда подгрузить и по ней делать еще в чем заключается фишка что мячи разные допустим футбольный баскетбольный бейсбольный и они по-разному у них прыгучесть и по-разному вот эта траектория происходит опять же мяч летит на песке мяч на асфальте ну словом такие нюансы так теперь с уменьшаем мяч сделанного меньше ну и погрузим какую текстурку чтобы было видно ну допустим поставим красную или синюю так ну пусть будет красный на мяч так его будет виднее и и опять же тут в чем заключается фишка что можно под еще что понадобится для анимации вы можете анимировать именно используя shift а включить арматуру сингл бон и прикрепить вот этому мячу косточку давайте попробуем а будем делать потом по другому в shift а арматура сингл бон заходим видимость сюда головечка и находим via port display ставим видимость кости спереди также g косточку подгоняем вот так можно сделать с побольше g чтобы немножко выступала и привязать ее вот к этому мячу через shift и левая кнопка мыши сначала мяч выбираем потом косточки а потом control и и вы автоматик виджет чтобы назначились привязка и веса все это уже сделано теперь можно зайти в пост мод и выбрать косточку и уже с ней работать допустим g мы поднимаем ее вот сюда и перепрописываем допустим пишем а и а потом открываем таймлайн переводим на другую на десятый кадр допустим жмем g вот так и жмем а и и лук рот вот так происходит анимация вот это все копируете ну вот когда вы доходите допустим нужно вам растянуть вот эту вот сферу допустим s z сочетание клавиш вы можете его так вот растягивать control z s x можете вот так ее растягивать и как записать чтобы она осталось в этой же вы видите что меняется и первый и второй кадр если вы пишете через лук рот значит что нужно сделать control z control z возвращаемся на первый кадр и пишем вот чуть-чуть растянем мяч сейчас s x немножко растянули и пишем а и но теперь блок рот скейл и выбираем второй вот этот кадр он летит уже нормально в принципе он такой же дальше g сюда перетягиваем это значит меняем кадр теперь на 20 или на 15 потом можно уменьшить скорость g вот так вот а и и вокруг скейл теперь опять же перетаскиваем и жмем g сюда r перекручиваем ам g а и вокруг скейл что происходит а вот происходит полет проектория вот это все то же самое вы можете делать и без кости просто работая со сферой давайте посмотрим зайдем в object mode удалим вот эту косточку delete она возвращается все удаляется у нас вся анимация потому что прописывалась именно с костью теперь выбираем сферу жмем g и ставим ее сюда и жмем sx чуть-чуть вытягиваем и чуть-чуть r перекручиваем пишем а и локрут скейл опять же меняем по кадровку кадры можно колесиком перекрутить и сделать чтобы видно было вот пятый кадр десятый пятнадцатый вот теперь ставим так вот это у нас будет с нулевого кадра начинаться таймлайн это так g перенесем на первый теперь ставим пятый и пишем g g перетаскиваем а и локрут скейл опять меняем по кадровку ставим допустим восьмой кадр выбираем теперь вот эту штуку жмем g сюда и немножко r перекручиваем а и локрут скейл и вот это то что вы пишете называется тайминг так именно расстояние между действиями это получается вот за это расстояние допустим вот между первым и пятым кадром вот это должно произойти какое-то событие какое-то действие вот происходит вот это действие и записывается это вот называется тайминг так ну и так же дальше продолжаем ставим на десятый кадр выбираем сферу g подставляем r перекручиваем опять же а и локрут скейл опять выбираем сферу g вот сюда и подставляем чуть-чуть опять же перекручиваем а и так пардон забывая все вот эти вот покадровки ставить так g вот сюда и r ставим а и локрут скейл и вот когда вы доходите вы видите что здесь падение с плюс сплющивается и полетел дальше теперь можно выбрать другой кадр выбрать сферу нажать g r она у нас в принципе уже сприснутая ну можно ее еще больше sx растянуть вот таким вот образом если вы делаете анимацию без вот этих вот сфер то когда вы делаете sx xz расширяете уменьшаете сферу вы можете потерять ее истинный объем и к концу уже анимации прийти к тому что она станет еще больше вот допустим вы ее вытянули здесь вот можно ее немножко уменьшить а опять же контролируем вот по этим вот кругам так удобней а и локрут скейл ну а теперь так возвращаемся назад меняем кадр выбираем сферу делаем R G и вставляем сюда теперь A и локрут скейл и словом вот это происходит такой вот процесс меняем опять кадр выбираем сферу G здесь вы видите что она уже немножко именно уплотняется давайте попробуем теперь R перекрутите в нормальное положение и с помощью S Z так не S X уменьшить вот вы когда делаете S X и вытягиваете а потом допустим начинаете делать S Z и вытягиваете его сюда вы видите что размер увеличивается поэтому нужно не забывать что вы первое делали S X или S Z вытягиваете так ctrl z ctrl z оставляем вот в таком размере так теперь S немножко можно увеличить и допустим как нибудь давайте S Z немножко вытянем и R перекрутим вот сделано S Z потом S Y делать нельзя будет увеличиваться сфера перепрописываем A и так щелчок A и LOCAL скейл выбираем другой кадр G опять же подставляем R перекручиваем здесь уже размер в принципе не меняется A и LOCAL скейл теперь опять же выбираем сферу G ее сюда немножко перекручиваем и опять я забываю по кадровке вот эти менять выбираем сферу G вот сюда R A и LOCAL скейл выбираем опять G S Z немножко ее надуваем A и LOCAL скейл и вот происходит вот такая анимация так ставим тридцатый кадр выбираем опять же G ставим S Z и вытягиваем R перекручиваем так ну и наверное S G да где-то вот так будет A и LOCAL скейл теперь опять же меняем кадр выбираем сферу теперь G она должна теперь спуснуться R перекручиваем и S Z сминаем еще больше и G вот так ее поставляем S X уже не делаем это будет собьемся полностью если вы так будете делать S Z S X делайте что-то одно так теперь получается пишем A и LOCAL scale здесь теперь меняем кадр выбираем сферу жмем R ну тут же разные еще вы видите что размеры сфер поэтому немножко к ним не ориентируйтесь так R пишем теперь A и LOCAL scale и все в таком же духе G R в принципе вытягивать если вот оставлять вот такую сплющенную то просто можно ее вести все прописать а потом уже менять именно корректировать на каждом кадре размеры вытягивать переписывать так ну опять пишем A и LOCAL кадр сороковой сферу выбираем G R и S Z вот вот так и вот она уже постепенно становится больше смотрим со всех ракурсов ну да с вот она сплюснутая сфера теперь становится ctrl z cx вот единица на нампаде вот размеры против подката используйте какой-нибудь шаблон не знаю нарисуйте приблизительно один размер и перед анимацией чуть-чуть уводите на какую-то картинку где будет размер нарисован и как-то корректируйте ну как вариант так теперь A E LOCAL scale ну и последний кадр выбираем сферу G сюда подставляем A E LOCAL так план теперь можно отключить поставить 43 кадра и смотрим анимацию вот уже мяч прыгает ну прыгать он прыгает чтобы ему сделать где-то побыстрее где-то помягче и вот теперь происходит анимация если при падении у мяча прибавляется скорость то при ударе и при подъеме она замедляется вот такая у него штука к верхней точке он замедляется вот верхняя точка он замедлился и ускоряется падает и что можно сделать можно раздвинуть вот эти кадры можно ускорить мяч если мы поставим на первый кадр вот этот ползунок выберем а все и теперь с будем уменьшать вот это будет приближаться от первого кадра можем замедлить прибавить покадровку и можем ускорить уменьшить покадровку вот так вот вот такая происходит штука если если сейчас мы прибавим допустим до 60-го кадра ставлю 60 и включаем вы видите что он мягче нежнее прыгает если уменьшить вот эту покадровку делаем с допустим до 30-го кадра ставим так здесь ставим 34 смотрим вот он резче быстрее энергичнее прыгает еще как можно все это дело настроить что еще можно сделать с этим это можно зайти в спейсинг это вот спейсинг grab editor и вот эти все шкалы вот эти это называется спейсингом здесь можно настроить именно используя вот эти вот кривые безер можно настроить мягкость резкость перемещение ну допустим вот это вся траектория красная здесь вот есть все вот эти вот оси если мы сейчас по Y выберем ось так вот допустим по Z это ось прыжка и вот на каждой вот этой вершине вот здесь он замедленный здесь ускоряется и вот это все его траектории полета и на каждом на каждой траектории вот допустим на подъеме если мы возьмем G и немножко ее приподнимем здесь так вот на этом моменте то он немножко замедлится вот если сейчас G вот так ее чуть еще выровнять и приблизить к этой точке вот так вот где-то так еще можно выбирать вот эту вот безер и назначать ее допустим откорректировать ее можно как можно настроить вот эту вот саму курву нажимаем английскую и высвечивается set keyframe вот эти вот free по вектору если вот выбираем допустим вектор выбираем точку и можно уже G вот чисто точкой корректировать это все дело вершиной смотрим что получится вот она зависает как бы вот на этом моменте это момент у нас подъема и вот смотрим что раз зависло как бы и вот здесь уже становится радостнее как анимация вот она меняет высоту свою если вы крутите если вы G приподнимите будет меняться ее высота вот так так что будет делать вот эта вот кривая это у нас G тоже смягчение именно в бок влево вправо вот вот ее тоже можно настраивать так что еще тут есть ну так же вот скайл это на каком кадре на подъеме вот если мы скайл выберем по Y то G будем прибавлять вы видите что он будет растягиваться не знаю вам видно сейчас вот вот он всплывнутый G вы видите что он растягивается по этой оси по Y если мы выберем другую ось это ротация это уже будет смотрим что это получается ну вот уже как-то радостнее он прыгает можно уже использовать включенную анимацию и тут же уже именно менять как-то вот G теперь вот это можно немножко сделать помягче вот высоту можно добавить G вот так вот ну в таком духе происходит настройка так ctrl z ctrl z нажимаем английскую и здесь вот можно использовать допустим constant квадратная будет вот так он будет если мы нажмем английскую выберем линейное и можно еще c выбрать без r вот это без r а вот это линейное уже g вот уже где-то вот такая штука происходит немножко 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 r немножко задержку можно поставить g вытянуть и смотрим что происходит ну вот уже как-то он радости скачет более душевно не просто прыгает а уже с эмоциями не вот такая штука также можно переключаться control tab быстрое переключение между таймлайном и спейсингом control tab control tab ну так же еще в тайминге можно то же самое регулировать именно прибавлять уменьшать расстояние между этими кадрами и вот если мы сейчас оттащим какой-то то получится что он замедляется вот эта сфера G назад теперь если нужно так вот где тут какой момент вот от момента удара вот он с 14 кадра у меня идет на взлет если я сейчас выберу вот эти все кадры и G отодвину их подальше то смотрите что будет происходить на подъеме он замедляется вот от этого кадра от прыжка если я еще ближе его подведу к этой части то он уже прыгает вяло если я вот эту часть сейчас скопирую не скопирую а выделю и G ближе подведу к кадрам где начинается его прыжок то посмотрите оп оп чуть-чуть притормаживает так единица на нампаде и вот от этого момента смотрим у него происходит немного сбой в прыжке ну вот такая штука и так используя таймлайн вот этот тайминг и спейсинг можно граб эдитер то бишь можно вот это все дело регулировать и делать эмоции допустим у персонажа при ударе он будет или бить резко или бить нежно или делать шлепок допустим если будет мотыляться маятник на часах то можно где-то его замедлять где-то ускорять где-то вообще делать остановку на каком-то моменте и это все не изменяя основные вот эти вот кадры это делается между кадрами вот это control tap здесь вот уже настройка между кадрами идет это вот допустим у нас так седьмой кадр а это у нас восьмой control tap вот у нас между седьмым и восьмым происходит находится вот эта вот настройка именно как безъер как курва которую можно здесь регулировать а кадры остаются на своем месте они не расширяются не увеличиваются не передвигаются все всем пока до свидания аминь и